приехали короче грядка естественно сразу в одеялко и все она устала я сделала салат хлебом и у нас вчера мясо вот то что я купила очень много поэтому осталось и мы сегодня решили его тоже приготовить но не пропадать же этому мясу правильно вот пойду я вам покажу опять второй день нас барбекю ничего страшного мы все проголодались уже потому что мы прогулялись на рынке и сейчас мы делаем барбекю сейчас я вам покажу оксана отсутствует мама с нами скажите здравствуйте моим зрителям здравствуйте это мама виталика но вы же увидели ее тоже неоднократно завтра у моих сыновей день рождения мы делаем мясо завтра у виталике день рождения кстати да и мы наверняка останемся сегодня вторую вторую ночь здесь чтоб завтра завтра пасхана завтра пасхана завтра пасхана завтра мы поедем гулять все на рынок чуть не говорит что там будет рынок где-то в пизе не знаю сто эти прилавка будем гулять завтра хорошо а вы завтра со скольки до скольки будете здесь дома свободного время с 10 до пол седьмого ну хорошо туда поедем да да конечно чао чао а до свидания виталика любят очень сейчас приблизимся погода летняя прям но я же сказал с ним 25 градусов даже больше дальше больше нас витали сейчас постриг траву виталь ты чё уже покосил траву витали когда приезжает до сюда всегда косит траву всегда вот брат вот у них два брата ну тот брат ничего не делает а вот этот брат вот делает привет фаталь ну ладно веселиться него настроение хорошее али оп у нас тут курица крылышки он говорит что вчера вечером не хорошо видно было это все или еще все это все вместилось до нас еще осталось немножечко со вчерашним это вот вчера у нас осталось сырое мясо естественно мы положили холодильник и сегодня так скажем второй день это вот столько мясо я накупила ну я не знала я думала что нам не хватит оказывается будем по мне да вот она я камеру повернула видно вам меня или нет себя я не вижу всем огромный всем огромнейший привет солнце светит вот так что вот мы сегодня отдыхаете на рынке хорошо мы погуляли да вот так тебя видно всем большой там хорошо погуляли завтра поедем на море и на я оксана и поэт виталька поедет все поедем на море отдыхать он и Гретка принимает солнечную ванну, извините, хотел сказать. Загар. Видите, я ее раздела. Сегодня больше 25 градусов. Видите, у нее область попы и голова и лапки черненькие. А тело у нее светлое, потому что она в кофточке, у нее уже все эти части загорели, а само тело еще беленькое. Но загар она принимает очень быстро, поэтому если она так будет недельку, она вся будет темненькой. А летом она у нас вообще черного цвета, прям загорелая, загорелая. Вот здесь. Ну, где был? Где ты был? Где ты был? Где ты был? Котерка. Все тут в мире животных. Да. Все тут в сборе. Такая вот. Ну, наконец-таки мы вот садимся за стол. Сегодня продолжение банкета. Да, всем приятного аппетита. Я даже лук сделала с уксусом. А Виталик с Валериком сделали еще картошку запеченную в костре. Ну, в этом, в углях детство свое вспомнили. Ну, я вот попробую потом, когда они почистят. Все, нам приятного аппетита, а с вами увидимся скоро. Привет. Привет. Сегодня день рождения у Витальки. И, конечно же, вчера я постаралась 17 числа. Сегодня 18 апреля. Я не знаю, на YouTube у меня выйдет, конечно же, это намного позже. Но, тем не менее, я делюсь всегда. Вот, делаю съемки, на Telegram выставляю. И потом уже на YouTube. Поэтому я искренне извиняюсь. Мои влоги немножко позже на YouTube выходят. Я всегда говорю, подписывайтесь на Telegram, если хотите. Вот. Сегодня день рождения. И я, естественно, сделала вкусненькое. Вчера я решила сделать чак-чак. Чак-чак это национальная сладость. Ну, и татары делают, и узбеки делают. Поэтому, как бы, я не знаю, как национальная это татарская или это узбекская. В общем, в любом случае, я родилась в Узбекистане, и у нас чак-чак делают. Поэтому мой муж Виталька и вообще вся семья очень любят эту сладость. Делается она вроде бы легко, но нужно немножко повозиться. Вот. Видите, получилось очень вкусно. Я уже отдегустировала. Я сделала две тарелочки. И, как вы видите, уже пол тарелки нет, так как Виталька с утра с братом отведали и уехали на море. А мы сейчас поедем чуть позже. Я, мама, Оксана, Грета. Сегодня будет рынок пасхальный большой. Огромный. Посмотрим, что там будет интересного. Если будет возможность, сделаю съемку. Если нет, то, увы. Всех люблю. Пока-пока. Мы собрались на море. Сегодня Виталька с братом уехали с утра опять на море. Рыбаки наши. А я, моя свекрова тетя Нина и Оксана, сестра моего мужа, и моя племяшка Франческа, едем на море. Там рынок. Мы будем гулять. Пасхальный рынок огромный. Примерно 100 прилавков будет. Ну, не знаю, я буду съемки делать или нет. Посмотрим на обстоятельства. Короче, мы все в сборе. Мы все в сборе. Мы все здесь. Девчонки. Мужчинки наши на море ждут уже. Только что Виталик уже позвонил, говорит, мы все уже. Порыбачили немножко с утра, потому что, говорит, ветер начался. Но погода хорошая, как и вчера. Я думаю, что сегодня будет до 25-30 градусов тепла. Да, рынок действительно есть. Рынок большой. Мы только что приехали. Я знаю, что на Марина Дебиза, рынок, когда бывает, он очень длинный, очень здесь. Сегодня, по-моему, он работает допоздна. Посмотрим по возможности. Буду делать съемку по возможности. Вот такие вот рубашки полу, мужские. Стоят они 20 евро. Очень высокого качества. Фирменные. Джемпера вот такие. Рубашки по 25 евро хлопок. Видите, этот рынок находится на Марине Дебиза, он не во Флоренции. У нас во Флоренции тоже есть рынки, но по рынкам я не хожу. Грация не хожу, потому что далеко находится от моего дома. Ну, то есть, надо тратить время весь день. По рынкам я не хожу. Поэтому я хочу сказать, что сейчас тоже съемки делать мне трудновато. Я хочу насладиться прогулкой. Хочу посмотреть, может быть, что-то купить себе. Там моей маме, сестре, в общем, моим родственникам, потому что я собираю посылку. Поэтому я искренне извиняюсь, съемку я делать не буду. Рынок очень большой. Если я буду делать съемку, я люблю делать съемки тщательно. Я люблю показывать, я люблю вот так вот смотреть каждую вещь. Видите, по 10 евро разные красивые блузки, рубашки. И, конечно же, безусловно, у меня рядом с домом есть рынок, который тоже продает красивую одежду. Если есть желание, рядом с моим домом я могу заглядывать на свой рынок и покупать вам что-то там. Если есть желание, без проблем. Для меня это не проблема. Главное, чтобы было недалеко. А что касается здесь, это Марина Дипис, это очень далеко. Поэтому я просто сейчас наслажусь прогулкой с моей семьей. И, к сожалению, не буду делать съемку на рынке. Покажу вам потом в итоге море красивое. Соединю видео с вчерашним днем. Поэтому всех люблю и искренне извиняюсь, что я не буду вам показывать одежду на рынке. Итак, немножко прогуливаюсь. Только что прошла один прилавок. Был интересен, но размер был маленький. Хотела купить один комплект спортивный. Здесь тоже мужская одежда, брюки. По 15 евро, 20 евро джинсы. Разные. Трико. Какие-то рюкзачки. Это уже другой прилавок. Вот такие красивые сумки. Сколько стоит? 45 евро. Видите? Такие вот сумочки. Из джинс сделаны. Это натуральная замш. Замшевые сумочки. 25 евро. Шоперы. Это рынок. Еще раз повторяю. Это другие. Это кожаные. Здесь замшевые. Это рюкзак. Под винтаж сделаны такие вот сумки. Не знаю, сколько стоит. Надо спрашивать. Здесь кожа винтажная, мягкая. Тоже рюкзак. 99 евро рюкзак. Тут винтажный. Мискузи, кванта костакой стаборси? 55 евро стоит вот эта сумка. Ага. А интри чат, что есть такое? Костако. 69 евро. Очень хорошо. Белиссимо. Пелиловато. Конечно, выбор небольшой, но тем не менее, есть сумки. Из натуральной кожи. Вот в данный момент я могу опубликовать на телеграм-канале. И если те клиенты, которые послали мне деньги, и у меня они есть, я могу сейчас купить, если вы хотите. А так? На другой день уже нет. Или, например, через 2 часа уже нет. Я отсюда уже уеду. Вот это тоже красивая сумка. Мискузи, кванта костакой стеротонди на кузи? Белиссимо. Угу. Угу. Чего уника очень сон он ancora? Сон он. Угу. Угу. Видите, 89. 89. Панта? Это всё винтажная, мягкая кожа. Пеленовато называется. Чёрненькая. 99. Такая. 89. Такая винтажная. Она не уверена, сколько стоит. Говорит, кажется, 169. Но не знаю, точно. И ответ ещё не дала. И у этого же прилавка есть также джинсы, футболки. Цены вот где-то указаны. А где-то она может сказать, если не написано. Можно узнать, сколько стоят джинсы? Значит, эти венганы 24. Эти венганы 24. 24 еду. 20, 24. Широкие. Красивые. Вот, видите, цены вот такие. 20, 24. Футболки. Не знаю, в какую цену футболки. 12 евро. Хлопок. Эластичные. 18 евро. 18 евро. 18 евро. Вот эта вот красивая футболка. Смотрите, какой принт красивый. Сердечки. Пока я здесь, можете заказать, если касается тех, у кого есть бюджет у меня. Обращаемся в любом случае на WhatsApp ко мне. Вот. И в течение максимум полтора часа. Потому что я здесь. А потом я уеду. Если что, я могу приобрести. Но только в течение этого времени, пожалуйста. Видите, да, на манекене представлены брючки и кофточка с длинными рукавами. И она вот разных расцветок. Они по 10 евро, вот эти кофточки. Посмотрите. Это хлопок, трикотаж. Очень приятная ткань. 10 евро. Цена просто отличная. Качество просто шикарное. Ну и цветовые эти. Голубой, розовый. Вот такой вот. Серый, асфальтовый с черным полосками. Оранжевые, зеленые. Темно-зеленые. Темно-синие. И вот здесь. Также есть и однотонные такие же. И они разных оттенков. Бежевые, белые, розовые. Ну и вот. Точно такой же фасон. Эти 8 евро. Я прошла уже много чего. Иду дальше. Потихоньку нет, нет, включаю. Трусики. Тоже, безусловно. Трусики я тоже покупаю на рынках себе. Вот видите, везде цены разные. Вот 3 штуки 8 евро. Хлопок. Высокая посадка, низкая. Какие хотите. Даже 3 штуки 12 евро. А вот эти стоят 3 штуки 8 евро. Видите, итальянка прошла, говорит, 3 штуки 12 евро. Ой, майма миа. Это означает очень дорого. Понимаете, да? 3 штуки 12, это дорого для них. Ну, не знаю, нужно смотреть на качество. На все смотреть надо. Поэтому качество вот это, вижу, хорошее, отличное. Также детские, так, носочки, мужские и женские, пижамки. Все это здесь изобилие. Рынок очень большой. Пижамки тоже надо смотреть. Бывают прилавки, где продают пижамы не очень хорошего качества. То есть там не чисто хлопок. Нужно именно смотреть, трогать. Это видно, что хорошее качество. 100% хлопок. И пижама сколько стоит? Я написала, что это? Для меня в камешке в 18 евро. В 18 евро? Только камешки? А с панталоном? Да. А, вот, 17 евро. Меда манка. Меда манка. Короткий. О, капита. 10 сет и 17 евро с длинным рукавом. И с коротким 16. Окей. Сама нежность. Красиво. Занавесочки. Материалы. Рулонами продаю. И здесь тоже рубашки по 20 евро. Хорошего качества. Так они выглядят по 29 евро рубашки. Мужские. Такие вот фельпы. Футболки Nike. Трико. Трико. Трико 50 евро. 25 евро футболки Nike. Мы продолжаем. Идем, Виталь. Носочков много. 5 евро 6 штук. Это что, вот так вот, да, упаковка? Да, упаковка. Недорого. Подорожал транспорт, говорит. Игрушки разные. Капельлина. прикольно кактус танцует 10 евро стоит ну и конечно здесь много разных и не кактус может и утенок танцевать вот они все для детей нет некому купить а так прикольно это мой любимый тоже прилавок но любимый я имею ввиду его форекс и бывают такие прилавки но я сейчас здесь остановилась я купила уже 4 губной помады для моей сестры мамой племянницы и для наташи супруги моего брата пупа марка достаточно популярная хорошая я взяла красные помады потом покажу вам здесь болит она такие светлые здесь тоже вот такие вот жидкие помады все это марка пупом такие вот помадки вот такие это помада или тушь я не знаю надо спрашивать кое-что перна бритва а сейчас я все покажу здесь я так думаю тональные какие-то крема здесь полтора евро стоит это не пупа это уже идет другой другая марка написано ведь мне нужна пудра на самом деле сейчас посмотрим карандашики тоже подводка для губ давайте я так вам сделаю обзор а потом я уже буду выберу что мне надо да просто я вам покажу здесь и вот такие вот разные оттенки тональные крема здесь я не знаю что нужно открыть чтоб понять девушка я думаю что это пудра пупа посмотрим а нет это не пудра этот тени тоже черные матовые и с блеском положено пока сюда в сторону для глаз вот я думаю что это пудрочки я думаю еще не открывал но вот здесь видите пробники поэтому я так думаю или румяна может это тоже помадки какие-то я не знаю что то что то всего понемножку вот я вам показала и сейчас я музыка играет громко придется все это мой разговор на ютюбе убирать так а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok не знаю не видно сейчас я проверю на других джинсов каких-нибудь важно ну вот эти давать 98 процент хлопок и чина винти сделано в китае на рынках на итальянских очень много товара производства китай но очень хорошего качества очень хорошего качества фабричные ты в магазинах тоже много таких как заровые с чем в этих это же производства пакистан славяки алмания китай все товары сделаны не в италии поэтому это нормально но делает для его бы хорошего качества бывает на рынках встретишься плохого качества но я вам покажу мимо это все также есть курточки красивые джинсовые типа вот таких вот разных с жемчугом 15 евро джинсы стоят аки аки поистаку и ничейро а венте 20 евро куртки джинсовым ну и разные они жилетки такие джинсы и классные уже красивые 20 евро очень даже неплохая жилетка такая ну и курточки соответственно разные фасоны можно смотреть как там получено немножко я вам так показала и на манекене также много весенних курточек вот такие вот как и короче и голуби и зеленые ну разных цветах цена 2019-1999 полотна там они разные легкие весенние тоже производства пакистан это китай так на рынках отставаясь всегда очень маленькая объектов очень много но не указанная на 1 надо спрашивать Окей, бонжорно. 90 евро. 90 евро. Где черри перейти? Кожаные. 70 евро. Симпатизма. Натуральная кожа, босоножки. Я вижу. Я вижу сразу качество хорошее. Маме хотим. Ну что ж, дорогие мои телезрители, я бы с удовольствием вам снимала и снимала. Очень много чего интересного. Но, к сожалению, времени нет. Мне нужно немножко прогуляться и уже возвращаться домой. Ну вот, нет-нет, снимаю. Это обувь вся не кожаная. Очень много одежды. Это тоже обувь, не кожаная. По 30 евро. Видите, не кожаная. Тольятцы очень хорошо раскупают не кожаную обувь. Вот такие. Они поносили один сезон и выкинули. А, ну вот здесь написано в РПЛе. Вот это натуральная кожа. Вот это в РПЛе, это натуральная кожа. По 35 евро. Смотри, какие красивые. Иногда вот так встречаешь при лавке. Последние из магазинов, может быть, какие-то. По 35 евро. Мягкие. Мягкие. Вот это кожа натуральная. Мягкие. Вот это кожа натуральная. Мягкие. 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 25 евро сандалии и шлепки по 20 евро. Но это кожа, он говорит, рынок. Это не бренд. Просто написано в РПЛе. То есть есть какая-то маркировка фабрики. Но я не знаю этих брендов. Поэтому пройдемся, посмотрим, что у них тут есть. Вот фисташковый цвет. Красивый. Думаю сейчас взять с моей маме. И замшевая кожа. Сланцы тоже есть. Тоже натуральная кожа. 20 евро. Вот эти облегченные, замшевые. Здесь платформа немножко повыше. Тоже натуральная кожа. И здесь еще выше. Тоже замшевые. Натуральная кожа. Ну давайте я так пойду. Эти золотые. Я вот шлепки не ношу. Потому что я постоянно хожу. И у меня нога может соскользнуть. Вот это вот симпатичные тоже. 20 евро. Тоже натуральная кожа. Симпатичные. Это шлепки тоже 20 евро. Это натуральная кожа. Цены хорошие. Ну вот такие цены можно встретить только на рынке. И не то, не на всех рынках. Вот я сейчас Марина Дипеза. Вот это вот рынок натуральной кожи. Вот эти серебряные тоже симпатичные. Я в последнее время ношу вот типа того. Ну я имею ввиду, нет не такие модели, но с сандалями. Вот типа того. Но только что подошва была внутри. Смотри, мягкая стелька. Потому что, ну, сами понимаете, я постоянно на ногах. Просто мне нужна только такая эта. Так, дорогие, у меня кроссовки хорошие, фирменные. Здесь презентация кофе. Кофе машинок. Пожалуйста. И прошутту Тоскану. Моносеря. Олива. Помидоры сушеные, оливки. Рынок все не заканчивается. Наверное, уже часа два или три. Очень много шматья. Моносеря. 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 Ура. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Очень много У нас, ну я не знаю, купаются или нет, но загорает точно уже Вот видите, на песочке люди раздетые и загорают Но ветер такой прохладненький возле моря, поэтому еще рановато Можно продуть, но люди все равно загорают Ну вот видите, прошли мы очень много, часа два, наверное, шли и еще не до конца Ну что ж, вот так вот проходит у нас день Сегодня день рождения у Виталика Мы купили панины, мы купили попить что-то Закупили тут много чего интересного на рынке И сейчас на берегу моря мы перекусываем Запах такой идет от моря Вот этот вот морской воздух Я вам передаю Просто прелесть Нет, купаться все-таки я считаю, что еще рано Ветер дует холодный Днем жарко, на солнце жарко, но ветер возле моря холодноватый Но, тем не менее, день прошел удачно, мы перекусили Да, Виталь, нормально? Еще можно йогуртовое мороженое поесть возле берега здесь Я подожду, Виталик принесет Ты что хочешь? Ты хочешь мороженое? Да, продолжение банкета хочется Все, и можно домой поехать Дело в том, что Оксана, мама и Франческа Они нас оставили и уехали Почему? Потому что они прошлись по рынку быстро Очень быстро И что-то там тоже перекусили и уехали А мне хотелось еще дальше погулять Потому что я еще не прошла Там даже четверть рынка Поэтому в тот момент, когда они уезжали Мне хотелось прогуляться по морю Потом вот так вот по набережной Мне хотелось что-то перекусить Мне хотелось йогуртовое мороженое все-таки Да, море увидеть Подышать им А не торопясь, поторопясь сесть на машину И уехать к ней домой Вот и все Поэтому я сказала, пусть они езжают А мы с Виталиком на автобусе доберемся до станции Пизы И с Пизы уже там Да, как-то доберемся до южного Да, пешком дали За пешком, да Мы любим Мы такие люди с Виталиком Чтоб вы знали, да, все Мы не любим у кого-то что-то просить И так учать И вставлять неудобства Если даже какие-то препятствия далекие Мы всегда с Виталиком идем пешком Трудно это, далеко ли это Но мы не просим Могли бы они подождать, да Посидеть на берегу моря Там, да, сказать Ладно, часик-другой Там часик, ладно Посидим по берегу Там, может, Регинка немножко прогуляется И поедем вместе Нет, они даже это не предложили И уехали Вот и все Поэтому, как бы, немножко обида есть внутри Но, знаете, мне не привыкать Поэтому, как бы, ну, как бы машина их И, как бы, хозяин-барин Вот она сказала, хочу домой поехать И значит, надо ехать всем А я сказала, что я хочу остаться Поэтому мы пойдем сами Своим ходом потом Гретка Гретка Девочка Сегодня весь день с нами Давай, грейся Я думаю, это не название У нас интересно Coming Виталька принес Йогуртовое мороженое Я вот его второй раз буду кушать Вкусняться какая? Да, я его очень сильно полюбила Это мороженое Ну, спасибо Пожалуйста Я дала аппетита кушать Только потихоньку, а то ледяное Да, ледяное, еще ветер Я вот капюшон уже одела Будем сейчас на берегу моря Поедать это вкуснятину Очередь там такая Да Привет всем И у нас вечер И день рождения У Витальки и у Валерки Жалко, второго именинника нет Покинул нас Ну, ненадолго Скоро, да, приедет Оксана тут старается Делает рыбку Оксанка делает, значит, гамбери Я вам покажу попозже обязательно Сегодня кучинарит у нас готовит Оксана В общем, да, да, покажем обязательно Вот, посмотрите, что она делает О, рыбка Арата, значит, в духовке С овощами И... Вау! Посмотрите, какие гамбери, да? Это королевские? Да Шикарные А какой запах Мамма миа Оксанка молодец Для своих братьев постаралась Все в сборе Кроме Валерки Сядем за стол, когда? Обязательно вам покажу Ну, вот наша рыбка На подходе Сейчас Оксана ее накладывает На стол На тарелочки Шикарно С овощами, да? Ммм, как пахнет Так, короче, вот Да, я тоже люблю Голову от рыбки Немножко там есть вкусности Всем приятного аппетита Здесь еще есть что? Виталик, как называется эта рыбка? А овечья А чуги А по-русски? По-русски это будет Килька? Килька Маринованная Это итальянская, да? Маринация Ммм Это мне нравится Вкусно? Очень вкусно Ну-ка, все Рыги, я припоживаю Овечья Ана Я плохо выжила Ничего, мы по-домашнему дома По-домашнему Я поздравляю моих братьев с днем рождения Виталика и Валерика Даже если вот здесь нету В общем, это большое счастье для меня Иметь братьев двоих Я очень довольна, что у меня два брата Таких золотых Что помогают мне, когда мне надо И вообще Мы хорошие люди выросли Я очень довольна Своими братьями Я очень довольна Дай бог им здоровья Счастья И успехов в жизни, конечно Дай бог, чтобы они выше и выше поднимались И дошли всегда до своей цели Всегда Спасибо Спасибо, Аксан Молодец, хорошее слово Спасибо Белое вино с рыбкой Как это вино называется? Ну, покажи Еще не пила Вот это дольчики Костабон Белое вино Да, я увидела Сегодня у нас Четвертый день Как мы у Оксаны Мы в пятницу приехали И сегодня уже вторник Виталий говорит Надо уезжать Сложно Что я делаю, какао На самом деле Нам отдых нужен был Потому что Каждый день У меня съемки И монтаж И работа с клиентами И я немножко устала Внутри Вообще и морально устала Физически устала Мне нужно было отдохнуть Поэтому я отдохнула Хорошо И побывала И в городе Лука И на море съездила И здесь тоже с ними Провела время Хорошо Сейчас позавтракаем И поедем домой В аппарат А, Виталий? Привет, я заявил, как крафт Крафт Да, фоксировка вообще не работает Тоже Переживаю Буду я сейчас Скрывать ее телефон И смотреть Что там Да, у меня что-то с телефона Все Так нельзя больше Немножко Спрятался Серьезно спрятался Ставка там сидит Видите Фокус не работает Как мне делать Как блогер Это просто ужасно Потому что Видите Будем решать проблемы У меня одно Так другое Почему так То компьютер То телефон Я не знаю Телефон дорогущий Я не знаю Что делать Я в кадре Очень мало Появлялась Ведь не Потому что Я же снимаю Поэтому Какой Всем привет Ну, всем привет Мы завтракаем Завтракаем Что это Пока Че так Там Че 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 А А Увидимся Позже